Смотрите, персы единое пространство, очень единое. Даже шииты компактные. А в Данистане? Не, не важно все равно. Герат, Герат, несмотря на то, что Герат находится за границей, это все равно хороса. А что, Душанбея персидский город? Душанбея это понедельник, все у нас все, периферия Бухарского Эмирата. Это рынок понедельничный. Это рынок, но это далекая окраина великой золотой Бухары Аш-Шариф. Понимаете, благородная Бухара, вот столица Таджикистана. А Бухара персидский или турецкий город? Бухара таджикский город. Это столица, столица древнего, древнего культурного, древнего культурного пространства. Узбеки с вами не согласятся. Хорошо, возвращаюсь в Россию. Да, ну пусть тогда нам скажут откровенно, на каком языке в Бухаре, в Самарканде или в Термезе люди говорят на улицах. По-русски. Да ладно, по-русски. Таджикский там звучит язык, а не русский язык. Хотя я с симпатией отношусь к узбекскому народу и тюркоязычным узбекам. Но надо признать правду, что половина как минимум населения Узбекистана говорит на таджикском языке. Хорошо, хорошо. Мне бы предпочел на самом, чтобы они не забывали русский. Какая разница? Русский язык будет учиться по мере... Тут я стою на ленинской позиции. У Ленина была специально отработанная формула. Ленин выступал против государственного преподавания русского языка, полагая, что по мере развития капитализма, товарно-денежных отношений, развития и интеллектуальной сферы технологической, русский язык будет все равно доминировать, он будет развиваться. Так и получается. Когда вы насильно учите кого-то русскому языку, у людей это вызывает отвращение. Но когда русский язык является языком социального роста, технологий, литературы, которую люди хотят изучать, миграции, то миллионы людей учат русский только потому, что они работают в России, связаны с Россией. Потому что технология военная спецификация на русском языке, потому что другие вещи.